Есть, ну экзамен как-то происходит, вот есть 25 билетов, 25 экзаменационных билетов. Ну и есть какое-то количество студентов, которые собираются сдавать экзамены, они выстраиваются в очередь, тянуть билеты. При этом каждый из них считает, что, ну вообще для всех есть несколько среди этих билетов, которые хорошие. Вот считает, не важно, не каждый для себя сколько-то считает, а просто вот считает, что из этих 25 билетов 5 хороших. 5 хороших. Хороших в том смысле, что если их вытянешь, то легче написать, а не простые. Как-то вот не сумел профессор сделать так, чтобы все билеты были одинаково сложными, 5 из этих 25 конкретно, и 5 хороших. Ну билеты тщательно билетасованы, то есть где эти 5 хороших никто не знает. Вот первый студент тянет билет. Понятно, с какой вероятностью он вытянет хороший билет? Ну понятно? Да. Одна пятая, естественно. А вот теперь спрашивается, с какой вероятностью второй студент вытянет хороший билет? Второй. Так, интуитивно кажется, вроде бы, что раз ты второй, то у тебя шансов меньше получить хороший билет. Вот там кто-то спереди стоит, но сейчас обгонит. Да? Да, я слушаю. Ну, у нас здесь есть всего два варианта. Когда пьеду взял хороший билет, тогда он себе не хороший билет. И тогда, допустим, что он взял хороший билет, тогда у нас рядом с 3-2-го достанет хороший билет 4,25-х. Сейчас, 4,25-х? 4,24-х. Наверное, на 24-х, потому что один билет уже был. Да, на 6-а. Ага. Да, на 6-а. И когда он вытащил нехороший билет, то у него вероятность 5,24-х. Угу. Эти две вероятности сомнируются. Просто как, 4,24-х и 5,24-х? Ну, наверное, да. Наверное, нет. Все-таки у нас вот есть формула полной вероятности. Там аккуратнее написано. Есть формула полной вероятности, которая говорит, что мы действительно можем разбить вычисления на случай. Ну, сказав, что это условная вероятность А при условии B1, но все-таки на вероятность B1. Плюс условная вероятность А при условии B2 на вероятность B2. Вот я услышал от вас, что есть всего два случая. Либо первый вытащил хороший билет, либо первый вытащил плохой билет. После чего вы посчитали условную вероятность и сказали, давайте просто эти условные вероятности сложим. Но это не так. Надо условную вероятность умножить на вероятность самого случая, и потом прибавить другую. Потому что каждый на два умножить, потому что вероятность... Почему на два сейчас? Вероятность B1 равна двум? Нет, одной второй я имею в виду. Ну, одной второй я думаю, что это тоже неправда, потому что вы же мне только что правильно сказали, что первый студент вытягивает хороший билет с вероятностью 1,5. Ага, 1,5. Да, 1,5. То есть вот это вот, это 1,5, а вот это вот, это 4,5. Соответственно, условные вероятности были правильно названы. Это 4,24, да? И 5,24. Если я ничего не накутал. Вроде бы так. Значит, здесь у нас получается 1,6 на 1,5. Это 1,30. 1,30. И к ней прибавляется пятерка. Если мы сокращаем, то же 1,6. Но 1,6 это 5,30. То есть 1 плюс 5 это 6,30. И чудо состоит в том, что снова получилась 1,5. Вот можете постараться посчитать, что будет с третьим студентом, и вы снова увидите, что получится 1,5. То есть на самом деле совершенно не важно, каким по счету стоять в очереди. Вероятность того, что вытянешь хороший билет, даже если там 25 человек, в очереди, она все время остается 1,5. Это замечательный факт. Не стоит говорить там, вот, я опять 10 в очереди, всем хороший билет разберу. Вероятность одна и та же абсолютно. Никак не зависит от позиции в очереди. Вот такой вот классический, конечно, факт. Спасибо. Спасибо.